Получив музыкальное образование, кто-то навсегда забудет про поднадоевшую скрипку или будет использовать пианино как подставку под сувениры. Но те, кто пришел в этот вечер в школу искусства, ее бывшие ученики, не оставили музыку, сохранив любовь к ней на всю жизнь. Это половина моей жизни, самая важная часть, потому что здесь я нашла своих близких друзей, ансамбль наш музыкальный. Здесь мои лучшие преподаватели. Более 40 выпускников вернулись в школу преподавать. Среди них Людмила Гришина. Встреча разных поколений, потому что есть выпускники, кто постарше, кто уже закончил давно эту музыкальную школу и работает уже не один десяток лет. Вот есть такие, как я, молодые, закончившие несколько лет назад эту школу. На концерте Людмила исполнила песню, написанную в соавторстве с мамой. Вой, ветра, шум, дождя, усталость валит с ног, закрыть глаза и оказаться в мире с ног. Среди зрителей было много нынешних учеников и людей, казалось бы, далеких от музыки в профессиональном смысле, но тех, кто любит творчество. Приятно послушать, посидеть, чему здесь обучают. Может тоже начать обучаться музыкальным инструментом. Это показывает, кого воспитала музыкальная школа, что дала детям для общего развития, для их души. Они же рвутся сюда, они же бегут сюда. Смотрите, какие у них глаза, они же светятся у всех. Я не ставлю задачи загонять учащихся, как раньше было, из-под палки на эти концерты. Я хочу, чтобы они сами понимали и приобщались именно к творчеству и видели, что музыка с многими из выпускников идет рядом, помогает им жить, помогает им строить свои планы. За полвека Видновская школа искусств дала путевку в жизнь многим профессиональным музыкантам. Вера Царенко, солистка ансамбля «Виртуозы России», выпускница 1969 года. Во-первых, мы первый раз в этой школе. Это, конечно, восхищает. Здесь, ну, это настоящий дворец искусств. Здесь все располагает к тому, чтобы устраивать выставки, проводить концерты, приобщаться к высокому, к вечному. В школе верят, традиция подобных вечеров будет жить еще долгие годы, пока из стен учебного заведения будут выпускаться люди, в сердцах которых музыка оставит глубокий след. Татьяна Брылова, Алексей Лин, Елена Кошелева, Видное ТВ.